все-все здравствуйте сегодня мы будем делать мака шпагетти с медьями для того чтобы нам сделать шпагетти с медьями мне нужны меди и шпагетти шпагетти готовится по инструкции к самой упаковке к шпагетти так и что нам еще надо нам будет томатный сок вот такой или томатная как паста я не знаю как у вас называется вот у меня здесь написано вот томат это типа сока такого две вот таких вот два таких зубчика чеснока мы их чистить не будем мы их ничего делать не будем мы их просто нажмем кто смотрит мой канал давно знает что я иногда пользуюсь таким чесноком вот все вот он там сок он так вот будет если чесночок большой мы его разрежем пополам если у вас маленький чесночок вы положите 3-4 зубчика на сковородочку на оливковое масло и будем зажаривать так сверху нам надо будет петрушечку и укроп для аромата для цвета и для красоты получился приятный цвет так как в медьях содержится песок и все остальное мы их вымоли и я их отварю но в принципе кто не хочет отваривать прямо только вы сделаете подливочку из томата и чесночка вы можете выложить в сковородочку просто вот эти вот мидии вот так вот положить и все я их буду отваривать чтоб весь песок и все вот эти вот ракушечные такие вот эти самые камушки и все остальное нужно они видите где-то разбитые где-то какие-то и чтобы все это ушло и для этого мне нужно еще чищенные мидии их тоже чуть-чуть отварю и потом буду готовить с макаронами они производятся у нас здесь в волосе уже почищенные в рассоле от мидии в морской воде очень вкусно очень классные стоят они 3 евро недорого вот эти вот стоит полтора евро не чищены так что вот так вот открываем пачку моем и отвариваем их в маленькой кастрюльке в чистой проточной воде поставим на варить вариться и также вот эти вот породочку далее мы чуть-чуть нагреться чтобы она была горячая тут же у нас закипает вода и тут же мы поставили вариться медии меди мы варим в кастрюльке прямо в воду вытряхаем чуть-чуть водички выкладываем туда добавляем наши чищенные уже медии и все это должно моментально в одновременно вариться потому что это блюдо делается быстро прям перед подачей на стол горячая чтобы макароны не успели отстыть ой макароны шпагетти не успели отстыть и наш наша подливка томатная тоже была свеженькая меди как только закипят мы их сразу выключаем здесь почищенные я вначале делаю а потом уже буду отпускать в этом самом цельненькие так теперь мы будем жарить наш чесночок наша маслечка подогрелась и мы туда отпускаем наш чесночок вы можете добавить сюда чуть-чуть лучку если вы любите маленький-маленький лучочек можно даже вот уже не чистить маленький лучок добавить и оставить поджариваться так вот макаронки варится по рецепту шпагетти варится по рецепту указанному на упаковке сколько 10 минут 8 минут там сколько еще это уже ваше дело для аромата в масло я брошу вот такой перчик душистый чтобы он тоже жарился там отдавая свой аромат и вот жарим наш чесночок чтобы он конечно был поджаренный вкусненький классненький не даем им сильно маслом слишком сильно гореть при этом мы скоро добавим до наш там томатный сок масло не надо чтобы горела сильно все зажариваем и варится видите меди уже закипают их скоро надо будет уже вытаскивать буквально три минутки их не надо долго варить просто чтобы у них осел песок ушел из них песок и мы будем а так можно было просто положить туда автоматный сок их когда зажарится наш чесночок и все но я не люблю потому что этот песок весь останется потом на зубах и кусочки этих самых ракушек все наши меди закипели мы сейчас вы моим процедим вот это все это нехорошую такую ушечку она мне нам не нужна и выкладываем уже в наш томатный такой вот запеканочку томатную вот так вот у нас чуть-чуть осталось высыпаем их наш этот томат и макарошки наши варятся и это все чуть-чуть обжариваем они уже готовые меди и долго не надо жарить у нас томат уже тоже прожаренный маслечка тоже все готово наши наш чеснок стал мягеньким и все буквально три минутки это все сделаем и все будет готово для этого мы поставили для других меди мы поставили уже воду на самое дно на самое дно и мы сейчас будем вытряхать выкладывать сюда докладывать доложивать выкладывать и они будут твориться уже почти что как на пару чтобы у них тоже все это все это вышло в этот момент вы можете сюда положить чесночину одну долечку чесночка 2 чтобы тоже шел аромат так вот а все остальное у нас уже готовится дальше у вас это занят всего лишь 10 минут приготовления этого блюда сколько будут вариться макароны потому что уже наши медиа уже готовы все закрываем крышкой вот так вот и оставляем их набухать они сейчас через несколько через 2-3 минуты начнут открываться так как медиа у нас соленые они от морской воды сами соленые их солить не надо и попробуйте можете добавить сюда перчик все я вытряхиваю сюда нашу зеленушку у нас вот так получается зеленоватый такой тон еще красный с зеленым все больше сюда ничего не надо и потом еще сверху мы посыпем когда уже будут готовые макароны мы посыпем наше орегано греческое которое собрано в горах греции если у вас нет орегано не расстраивайтесь можете не ложить все все мои медиа эти готовы я их выключаю и жду пока еще сварятся макарошки наши медиа сварились готовые вот они да мы их достаем сколько нам надо но остальное можете кушать так вот так вот достаем отсюда и выкладываем их сюда конечно старайтесь чтоб было меньше бурьемчика и нам воды много не надо потому что оно будет не так хорошо вот там смесь удостаем их раскрытые и добавляем сюда потом мы будем уже смешивать с макаронами наши медиа нашу подливочку томатную и все это подаваться будет на стол вот так вот видите все их выключаем уже готовые вот так вот пускай они здесь еще потомятся в томатной пасте томатным соком наши медиа возьмут вкус томата петрушки и всего остального постарайтесь чтоб водички было меньше нам ее сильно не надо придется чуть-чуть их вот так вот тоже потомить здесь чтобы у них был вкус эти мы выключили макароны наши сварились я уже их отбросила на дуршлаг и вот такая вот подливочка у нас классная получилась из наших меди сейчас будем смешивать макароны с медьями все готово у нас плита уже выключена вот и макарушки наши тоже готовы вот так вот все мы их размешали сейчас сюда мы добавим оригану чуть-чуть оригану для аромата так вот подцепим можете добавить сюда перчик если любите все наши наши вкусные вкусные меди готовы на это у нас ушло совсем маленько времени для этого блюда как только к вам гости придут вы должны будете готовить и подавать его горячим не дайте отстыть макароном и подливки а эти у нас тоже остались меди и мы добавляем сюда для аромата для вкуса петрушечку чтоб у нас был ароматно и можно добавить укропчик тоже укропчика поменьше мне нравится петрушечка все закрываем крышечкой дай постоять и чтобы они тоже пропитались ароматом я посыпала сюда уже урегану вот здесь у меня видите тоже есть и они стоят тоже готовы подаете очень красивая в красивой чашки вот эти вот отдельно и подаете уже смешиваете в красивую чашку в большую чтобы мы могли уже на столе накладывать в каждую тарелку для гостей свои свои шпагетти все это смешали все вместе и подавайте на стол в больших красивых чашках а я покажу вам как это выглядит в тарелке все подаем на стол в горячем виде вот такие макароны аж дымок идет так понюхали все как ароматно это пахнет обалденно пробуйте еще маленький такой нюанс девчонки и мальчишки если у вас нет свежих медий покупайте замороженные они почти то же самое и делайте но если не будет для красоты вот этих больших ничего страшного самый смак то вот эти мага эти самые меди и вот такие вот у нас еще меди наслаждаться морепродуктами всем пока увидимся на моем канале всем самого-самого доброго самого хорошего подписывайтесь ставьте лайки дизлайки кому как нравится продвигать канал мой при помощи лайков и дизлайков всем поцелу очки наш